Чтобы зимой в квартирах было тепло, а во дворах чисто. Старшие по домам сотрудники администрации и представители управляющих компаний говорили о том, как этого добиться на очередном форуме «Управдом». Подробности далее. Практически в нашем городском округе отсутствие совета многоквартирных домов порядка 60%. Руководители ассоциации собственников многоквартирных домов говорят об этом почти на каждом совещании. Из-за того, что работу коммунальщиков не отслеживает совет дома, возникает немало проблем в содержании жилищного фонда. Касается это прежде всего сельских территорий. С этой неутешительной информацией на очередном форуме «Управдом» начал выступление Николай Горченков, заместитель председателя ассоциации. Осмотры общей мусы не проводились и проводились без участия собственников. Я вам рассказал, что если весельный осмотр провелся без собственников, и все, с ныря включается фланграфик, так и готов к домам. Из-за незнания своих прав и обязанностей у собственников домов возникают парадоксальные ситуации, подобно той, что сложилась в многоэтажке по улице Осенней. Здесь несколько лет нет совета дома. Документы подписывали в основном наши бабульки. Люди, которые совершенно не представляют, что нужно, что не нужно. Вот придут, скажут, мы насыпали вам песочек. Они не пойдут проверять, насыпали вы или нет. Они не пойдут проверять в подвал, насколько там все в приличном состоянии. Не пойдут на пятый этаж проверять, поставили ли окно. Наш дом уже почему-то подписан, что он готов к зиме. Хотя там очень много недочетов. Там и шивы не отработаны, и плесень по стенам. И внизу в подвале трубы нарушена герметизация. Проблемами жителей этого дома будет разбираться административная комиссия. А чтобы впредь подобных ситуаций не возникало, для этого и надо выбирать работающий совет дома. Вынуждены обратиться к нашим жителям для того, чтобы своевременно контролировать этот процесс, который не всегда у нас идет так, как нужно. Наверное, без поддержки людей, которые живут и видят в окно то, что у них происходит, нам не обойтись. Контроль Совета многоквартирных домов необходим для решения проблем с чистотой дворов и своевременным вывозом бытовых отходов. Если мусор своевременно не вывезло, возникло переполнение и пошло-поехало. Мусор начинает наваливать вокруг контейнеров, образуется несанкционерная свалка. Некоторые старшие по данным дмам нам своевременно информируют. К работе регионального оператора МСКНТ претензий стало меньше, но по-прежнему актуален вопрос с бункерами для крупногабаритного мусора. В течение двух недель 129 проблемных мусоросборочных площадок будут оборудованы контейнерами под крупногабаритный мусор. Его не нужно будет складировать возле контейнерной площадки на землю. На контейнерах будет написано, для крупногабаритного мусора пакеты не бросать. Теперь главное, чтобы люди придерживались этих требований. Пока это не везде так. Особенно не отличается аккуратностью жителей частного сектора и садовых товариществ. СНТ, это тверительно, они на мусоре есть в лес вывозят. Там в лес нельзя пройти. После обсуждения основных вопросов присутствующие в формате дискуссии пообщались с представителями власти, управляющих компанией и госотехнадзора. На все интересовавшие вопросы участники форума «Управдом» получили ответы.